Фитнес-экспресс Новая трагедия в лифте. В Санкт-Петербурге подросток погиб, пытаясь выйти из застрявшей кабины. Этот случай вновь привлек внимание к проблеме, как сделать подъемники безопасными. Правила эксплуатации лифтов, которые существовали ранее, отменены, новые не приняты. Что делать, если попал в металлическую ловушку, расскажет Анна Герцовская. Для того, чтобы получить достоверную информацию о состоянии и качестве обслуживания лифтов в городе, наша программа отправилась в организацию, под контролем которой находятся 2500 устройств. Всего в городе насчитывается 4000 лифтов. Появился фонд капитального ремонта. 6 рублей с квадратным метром. И вот в прошлом году цифра около 160 лифтов. Такой на моей памяти я не помню. Вот такого еще не было. И на этот год запланировал около 160 лифтов поменять. Это очень хорошая цифра. Надеемся, конечно, что у нас этот процесс пойдет в таком темпе. И мы уже где-то к 2020 году придем к хорошему результату. Срок службы одного лифта составляет 25 лет. И в настоящее время в городе еще остаются те устройства, которые подлежат замене или капитальному ремонту. Поэтому рязанцы должны и сами следить за тем, насколько хорошо работают лифты в их домах. Понять, что лифт неисправен, можно и самостоятельно. Существует несколько признаков поломки. Например, если двери кабины или шахты лифта не закрываются. Или если уровень пола кабины отличается от уровня этажной площадки более чем на 3,5 сантиметра. Чтобы проверить этот лифт, я взяла вот с собой линейку. Давайте посмотрим. Но ее даже не приходится прикладывать. Как видите, здесь все ровно. Этот лифт исправен. Также стоит обратить внимание, если наблюдаются какие-то рывки в кабине, скрежет или несанкционированный уход кабины с этажа. Любое отклонение от нормальной работы лифта квалифицируется как потенциальная опасность. Существуют в городе и умные лифты. Если устройство просто отключилось и не желает работать, это означает, что оно предупреждает о возможной поломке. Прибор безопасности на сегодняшний день устроен таким образом. И если схема на грани того, что может что-то там произойти, естественно, лифт работать не должен. И он не работает. Это приказится к нормальному его обслуживанию. Многие несчастные случаи, связанные с лифтами, происходят по вине самих жильцов. Поэтому необходимо соблюдать общепринятые правила. Обязательно заносить ребенка в кабину на руках. В этом случае есть возможность среагировать на внезапную поломку оборудования. Не перегружать лифт, не прыгать в нем. Дети до 12 лет не должны самостоятельно пользоваться лифтом. И главное, ни в коем случае не пытаться проникнуть в шахту лифта или покинуть устройство, которое застряло между этажами самостоятельно. Это правило жизни придумало. Жизнь. Понимаете, в чем дело? Потому что у нас не было в пунктах правилах, пока у нас на лифте в Москве перевозили горючие вещества, воспламенилось вот этот материал, и люди заживо сгорели в кабине лифтов. Тут же, тут же в правилах появился новый пункт. Не перевозить легко воспламеняющие жидкости, материалы в лифте кабине. Тут же появилось. Добавилось к тем, которые уже, значит, происходили несчастные случаи. И все же, если лифт оказался неисправным, и это привело к смерти людей, за это понесет наказание руководитель той организации, которая обеспечивает безопасность работы оборудования. В случае, если погиб человек, когда лифт неправильно функционировал из-за того, что там не был заменен или не был ремонт лифта вовремя сделан, то наступает ответственность до шести лет лишения свободы. В случае, если погибло два человека или больше, то ответственность за выполнение вот этих услуг некачественных наступает до десяти лет лишения свободы. Сейчас наблюдается общая проблема, которую надо устранять. Это отсутствие утвержденного правительством порядка организации эксплуатации. В этом документе прописываются те процедуры, которые должны проводиться при проверке. Поэтому жизнь и здоровье граждан находятся в их руках. Рязанцы должны внимательнее отнестись к лифтам в своих домах. Если устройство, за обслуживание которого жильцы платят деньги, работает не так, как нужно, тогда рязанцам нужно обращаться в ту организацию, которая занимается обслуживанием лифта. Сразу в нескольких российских городах, в том числе и в Рязани, в течение года любители фитнеса занимались пробежками по судам и отделам прокуратуры. Речь идет о клиентах клубов под названием «Фитнес-экспресс». Организаторов этой сети тренажерных залов подозревают в строительстве новой финансовой пирамиды. С «Экспрессом» было просто. Деньги за абонементы собирали оперативно, а вот с фитнесом что-то пошло не так. Об этом и других вопросах, с которыми наиболее часто обращаются в прокуратуру, сегодня на встрече с журналистами рассказал прокурор Рязанской области Олег Черныш. Первый месяц нового года подходит к концу, а в прокуратуре области уже подводят итоги работы. Количество обращений от граждан не иссякает, ведь прокуратура – это последняя организация, куда зачастую обращаются, пройдя все инстанции и уже почти потеряв надежду. В связи с этим круг вопросов и обращений, которые приходится рассматривать сотрудникам прокуратуры, невероятно широк. На пресс-конференции Олег Черныш ознакомил журналистов с наиболее часто встречающимися и интересными для жителей нашего города вопросами. Одной из наиболее актуальных оказалась общая для страны во время кризиса проблема задержки заработной платы. Олег Черныш прокомментировал и действия граждан в случае нарушения их прав в этой области, и действия правоохранительных органов в отношении нарушителей. Могу ли я не выходить на работу, если мне не выплачивать заработную плату? Конечно, можете. В статье 142 Трудового кодекса определено, что в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право извести от работодателя в письменной форме и приставя на вид работу на весь период до выплаты задержанные суммы. В период, значит, при остановлении работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Это предусмотрено тоже в части 3-й в этой статье. отсутствующий в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы обязан выйти на работу не позднее следующего дня после того, как его работодатель известил, что готов выплатить ему заработную плату. Прокуратура контролирует и вопросы экологии, несмотря на то, что в этой сфере существует отдельное ведомство – природоохранная прокуратура. В частности, под контролем, по словам Олега Васильевича, находится вопрос с обстановкой в Турлатово. Кроме того, ведомство находится в постоянном взаимодействии с УМВД и УФСБ, отслеживая экстремистские материалы в сети интернет. Благодаря такой слаженной работе удалось не допустить случаи терроризма и действенного проявления экстремизма в нашей области. Установка в области стабильная, есть некий рост преступности, но это характерно для всей страны. И мы за среднероссийский, среднеокружной показатель, у нас рост меньше в Лязани, чем, допустим, по ЦФО или по России в целом. В одном из наших выпусков мы подробно говорили о защите персональных данных граждан. Прокурор области прокомментировал и эту тему. Вопрос поступил от жительницы города. Заметила свое фото на одном из городских новостных сайтов, но своего согласия на публикацию не давала. Могу ли я требовать удаления информации? Ну, в данной ситуации, конечно, имеет значение, при каких обстоятельствах было получено фото. В силу статьи 152 Прим Гражданского кодекса Российской Федерации, если изображение гражданина получено при съемке, которая проводилась в местах, открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях, ну, собрания, конференции, съезды, концерты и так далее. А также, если гражданин позировал заплату или использование изображения осуществлялось в государственных, общественных или иных публичных интересах, сорвать этого гражданина на использование его изображений не требуется. В связи с опасной эпидемиологической обстановкой в городе в прокуратуру поступают даже обращения от родителей, которые не желают делать прививки своим детям. А учебные заведения настаивают на обязательном прививании. Недавние морозы заставили обращаться в ведомство и тех, кто страдал от недостаточного теплоснабжения или столкнулся с нерадивыми управляющими компаниями, не выполняющими своих обязанностей. Или от студентов, у которых комендант общежития отобрал обогреватель и электрочайник, спасающий от холода. Очевидно, что в прокуратуру люди обращаются с абсолютно любыми жалобами и проблемами. Олег Черныш подчеркнул, что рассматривать сотрудники обязаны все обращения. И в тех случаях, когда вопрос не касается сферы деятельности прокуратуры, его перенаправляют в компетентные органы и контролируют рассмотрение вопроса. Всего за минувший год в Рязанскую областную прокуратуру поступило 22 380 обращений, из которых разрешено 11 800. При этом была удовлетворена каждая пятая жалоба. Первая оцепель в наступившем году принесла в областной центр мокрый снег. На смену морозам идет аномальное для января потепление. Каприза природы – серьезный удар по метеозависимым людям. Перепады температуры отрицательно воздействуют на страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. В зоне риска и пациенты с больными суставами или старыми переломами. Как пережить температурные колебания, расскажет Марина Комиссарова. Январская погода неустанно радует жителей города зимней сказкой. После долгого ожидания горожане достали лыжи, коньки, с удовольствием отправились в лес, лепили снеговиков и наслаждались необыкновенным подарком природы. Но вот кому приходилось чаще обычного оставаться дома, так это метеочувствительные люди. Пока столбик термометра с неимоверной скоростью меняет положение от минус 20 до плюс 2, многие люди чувствуют недомогание. Мы решили спросить у специалиста, чем чреваты резкие перепады давления и температуры, и как избежать пагубных последствий природных капризов. С целью профилактики, для того, чтобы легче перенести капризы природы, следует чаще бывать на свежем воздухе, достаточно спать, вести правильный образ жизни, соблюдать режим дня, регулярно, надробно питаться, не забывать в физических упражнениях, и тогда любые капризы погоды будут нам не страшны. Не всегда люди понимают, что ухудшение самочувствия связано именно с изменениями погоды. Не торопитесь хвататься за лекарства. Самолечение вряд ли поможет. К тому же погодная зависимость никак не подвержена влиянию медикаментов. Лучше обратитесь к своему врачу, который посоветует, как избежать ухудшения состояния. Метеочувствительными, оказывается, бывают не только люди, но и крыши некоторых рязанских домов. Мы предлагаем вашему вниманию следующее видео, которое сняли наши телезрители, которые не потребовали комментариев журналиста. Здравствуйте. Сегодня 29 января 2016 года. За окном температура плюс 2. На улице тает снежок, а по адресу Зубковой, 35-й подъезд, идет дождик. Вот можно посмотреть, какая мокрая стена. Прямо видна вот ее граница. На окошке тоже можно наблюдать тряпочки, которые очень-очень мокрые. С 4 часов утра дождик идет. Можно чуть-чуть выжать. Вот видите, она очень мокрая. Дальше можно посмотреть, как чудесно капает копель в нашем прекрасном доме. Вот она капает. Вот водичка течет. Вот тут опять же видно то, что здесь она мокрая. Уже тоже вот обои чуть-чуть отходят. Вот водичка она капает. Вот так вот красиво у нас в доме. Стасимовское шоссе, 29, корпус 2, квартира 79. С сентября месяца обращаемся в ЖЭО, номер 21. Никаких прояснений, ничего. Вот что у нас происходит с крышей. Обратите внимание, плиты внутри. Все с водой. Просверлили дырку, получили пол-литра воды. Здесь вода вообще не уходит. Все больше и больше. В Академии тенниса имени Озерова стартовали зональные соревнования Зимнего Кубка Европы по теннису среди юношей и девушек до 13 лет. С начала текущего года новая Академия уже второй раз принимает иностранных гостей. Кубок Кремля завершился буквально две недели назад. Для участия в турнире в Рязань прибыли представители России, Боснии, Гипра, Франции, Греции, Молдовы, Сербии, Белоруссии, Эстонии и других стран Европы. В турнире примут участие 21 юноша и 21 девушка. Всего на территорию Рязанской области прибыли около 56 человек – спортсменов, судей и официальных представителей. Соревнования такого уровня и такого масштаба на базе новой Академии планируется проводить и в дальнейшем. Молодой центр тенниса не только вообще в Рязани и в России, поэтому делаем первые шаги. И вот такие соревнования помогают нам качественно, серьезно, глубоко увидеть подготовку, прохождение всех стран. Поэтому для нас это важная стартовая площадка, в том числе это развитие Рязанской области, это возможность показать себя, возможность привлечения инвесторов, в том числе и в физическую культуру и спорту. Поэтому это большая честь и достоинство. В этом году команды 30 стран-участниц выступают в квалификационных раундах в четырех группах. Российскую команду представляют 6 спортсменов. Соревнования продлятся до конца этой недели. Для нас очень важно, что это маленькие, то есть дети, потому как вместе с детьми совершенствуемся и мы. И каждый из них вспомнит когда-то, что и отметит уже в истории, мы уже остались в истории каждого из них. И каждая команда, которая сегодня приехала в Рязанскую область останется, потому что когда они будут писать биографию и показывать свои результаты, то Рязань там будет обязательно уже. Все участники квалификационного раунда будут отмечены памятными плакетками. Две команды-победительницы будут также награждены и примут участие в финальном раунде Зимнего Кубка Европы, который пройдет с 12 по 14 февраля в Сандерлэнде Великобритании среди девушек и в чешской веске среди юношей. Многие рязанцы, минуя улицу Салтыкова-Щедрюна, не задумываются о том, что она здесь не случайна. Названа улица в честь великого писателя и самого известного рязанского вице-губернатора. В среду исполнилось 190 лет со дня его рождения. В городе прошли памятные мероприятия, на которых побывала Марина Комиссарова. Дом на углу улицы Ленина, бывшей Астраханской, и Николы Дворянской, интересен не только как образец городской архитектуры XIX века. Стены его помнят великого сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Вчера, в день рождения великого классика, в нашем городе прошел ряд мероприятий, посвященных его памяти. К памятнику писателя, который установлен рядом с домом, где жил классик, а ныне расположен филиал областной библиотеки, приносили живые цветы. С 1858 по 1860 годы Михаил Евграфович занимал в Рязани должность вице-губернатора, а затем с 1867 по 68 год – управляющего губернской казенной палатой. В честь писателя названа одна из улиц исторического центра города, напоминающая о причастности великого классика к нашему краю. 27 января в библиотеке имени Горького прошла молодежная интеллектуальная игра, приуроченная 190-летию со дня рождения знаменитого русского писателя и государственного деятеля. В ней приняли участие старшеклассники из рязанских школ. Для участия им нужно было знать содержание самых известных сказок сатирика – «Дикий помещик», «Премудрый пескарь», «Добродетели и пороки», «Орел-меценат» и другие. Кроме этого, нужно было знать биографию Салтыкова-Щедрина, особенно рязанский период его жизни и творчества. Сегодня все читающие, думающие люди в России отмечают 190 лет со дня рождения Михаила Графча Салтыкова-Щедрина. У нас в библиотеке это не просто имя писателя. Дело в том, что Михаил Графч является одним из основателей Рязанской областной библиотеки. Будучи вице-губернатором в Рязани, Салтыков-Щедрин вносил деньги для создания фонда библиотеки, передавал книги из своей личной библиотеки в фонд этой общественной. Мы, конечно, помним об этом. И каждый год проходят некие мероприятия, посвященные дню его рождения. А уж юбилейная дата, тем более, должна быть отмечена. Здесь же в библиотеке состоялось заседание краеведческого клуба, тоже посвященное юбилейной дате. По числу участников можно понять, что тема Салтыкова-Щедрина и его произведения и герои интересны нашим молодым современникам. Но наша задача сделать так, чтобы герои Салтыкова-Щедрина перестали быть актуальными, и перестали быть современными. Потому что мы с вами знаем, что это далеко не положительные, далеко не те герои, с которых стоит рисовать свой какой-то идеальный образ. Но вот чем лучше молодежь будет знать произведения писателя, знать то, какой вклад внес он в развитие литературы, в социальную жизнь региона, где ему пришлось служить несколько лет, причем дважды возвращался сюда Салтыков-Щедрин, тем легче будет выполнить эту задачу. До 6 февраля в читальном зале Центра редких и ценных изданий работает книжная выставка «Идти вперед трудно, идти назад невозможно», посвященная юбилейной дате. На выставке представлены прижизненные издания «Писем к тетеньке», отдельные тома полных собраний сочинения писателя, коллекционные издания, фоксимили рукописи «Забытые слова», произведения, начатого Салтыковым-Щедриным за несколько дней до смерти. Среди русских классиков XIX века Салтыков-Щедрин занимает исключительное место как мастер социально-политической сатиры. Писатель, журналист, редактор журнала «Отечественные записки», Рязанский и Тверской вице-губернатор для читающей России Салтыков-Щедрин был совестью нации. Он приобрел огромный авторитет благодаря злободневности своих произведений, резкому неприятию крепостничества, открытой поддержке народных интересов. И это все новости на сегодня. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера. Жилой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин